Привет всем, вы на канале AndroNews. Все вы знаете, что на выставке CS 2019 компания NVIDIA показала новую видеокарту RTX 2060. Многие обзорщики уже показали, на что она способна. Я же предлагаю не тратить на всё это дело время и сразу же собрал для вас максимально оптимальную пекарню на этой видеокарте. И в конце этого видео я покажу, что у нас получилось. Всякие Ведьмаки и CS GO мы проверять не будем, ну, потому что в этом попросту нет смысла. Поэтому мы проведём тест в самых жёстких играх, таких как Battlefield V, Lara Croft, Assassin's Creed Odyssey и так далее. Потом мы в нашу пекарню установим карточку 1070 Ti, потому что обе эти видеокарты находятся плюс-минус в одинаковом ценовом сегменте. Да, прямо сейчас ценник на 2060, скажем, прямо кончен, ну, потому что старт продаж и всё такое. Но чуть позже ценник упадёт, и эти две карточки будут стоить плюс-минус одинаковую сумму денег. Ну и в завершение мы сравним 2060 с 2070, для того, чтобы понимать, стоит ли переплачивать деньги за более дорогую карточку. И сразу же обращаю ваше внимание, что эта сборка не из ряда собрали из того, что было, это не Frankenstein. Я реально запарился и собрал такие комплектующие, чтобы наша сборка с 2060 смотрелась максимально рационально. Для удобства я воспользовался конфигуратором ПК от Telemart. Итак, в нашей видюшке я выбрал процессор AMD Ryzen 5 2600. Этот камень имеет 6 ядер, 12 потоков, на частоте вплоть до 3,9 ГГц. Причём у него разблокированный множитель, поэтому любители разгона могут дополнительно поднять частоту до стабильных 4,2 ГГц. Единственное условие, чтобы иметь такую возможность, нужна подходящая материнка. Изначально я подумал о чём-то вроде B350, но тут мне на глаза попалась Asus Prime B450 MK, которая стоит плюс-минус тех же денег, но тут есть одна очень интересная фишка. Поддержка технологии StoreMI. Уверен, что большинство людей вообще не знает, что это такое. Но стоп, без паники, сейчас вкратце попробую объяснить. StoreMI это ответ компании AMD на технологию Optane от Intel. Но в отличие от Optane, для работы StoreMI не требуется какое-либо дополнительное устройство. Достаточно иметь SSD и жёсткий диск, ну а в этой сборке они по-любому будут. Так вот, благодаря технологии StoreMI, SSD и жёсткий диск объединяются в один единый накопитель большой ёмкости, который хоть не всегда, но в подавляющем большинстве случаев демонстрирует скорость, сравнимую с SSD. Для работы StoreMI я взял жёсткий диск Western Digital Blue на 1 ТБ и шустрый SSD от Opaster на 120 Гиг в разъём M.2. Да, это TLC, но зато за недорого мы получаем скорость чтения вплоть до 1550 МБ в секунду. А всю самую важную информацию я в любом случае рекомендую хранить в облачных сервисах, вне зависимости от того, насколько надёжны у вас стоят накопители. Идём дальше. Самое время добавить в нашу сборку оперативную память. Думаю, 16 Гиг будет в самый раз, поэтому я взял две плашки G-Skill по 8 Гигов с рабочей частотой 3000 МГц. Чтобы всё это дело заработало, нужен хороший блок питания. На эту роль я выбрал Chieftec A80 на 750 Вт. Его мощности точно хватит запитать нашего зверя. Ещё останется небольшой запас для будущих апгрейдов. Заключительный этап это корпус. И согласитесь, под такое железо вроде бы не хочется выбирать самый дешманский вариант. С другой стороны, это никак не повлияет на производительность. Если экономить, так это только на корпусы. Никакие RGB-шки, свистелки, переделки вам не добавят производительности. Поэтому я взял самый дешманский вариант, который у нас был на студии. Не стал по этому поводу заморачиваться. Вы сами знаете, что на вкус и цвет товарищей нет. Материнками выбрали Micro ATX, поэтому она подойдёт под любой корпус. Короче, выбор остаётся за вами. Стоимость всех комплектующих вы сейчас видите на экране. А мне остаётся озвучить финальный прайс. Приблизительно 1040 долларов без корпуса. Ещё раз говорю, все комплектующие я покупал за свои деньги. Все чеки сейчас перед вашими глазами. Давайте уже приступим к тестированию в играх. Все тесты я проводил в разрешении Full HD. И на это есть две причины. Во-первых, это самое популярное разрешение дисплея. Во-вторых, мы взяли для теста такие игры, что играть в 4К в любом случае будет крайне дискомфортно. Ну а наша цель показать вам не бесполезные циферки в вакууме, а реальный результат, на который вы можете рассчитывать. Итак, RTX 2060, Larka, ультравысокие настройки графики. В среднем имеем 88 кадров в секунду с просадками до 71 кадра. Далее, Егор Creed Odyssey. На ультравысоких настройках получаем 84 кадра и редкие просадки до 65. И третья игрушка, батла пятая. На ультранастройках графики без RTX получаем 100-110 фпс. Самый минимум 80 кадров. Но как только я включил трассировку лучей, счетчик упал до 50-60 кадров. Если сильно хочется, то поиграть, конечно, можно. Но вы должны понимать, что это очень на грани. Теперь посмотрим на GTX 1070 Ti, которая находится приблизительно в том же ценовом сегменте. Чтобы не грузить вас лишней информации, скажу, что показатели упали в среднем на 10-15 кадров. А в пятой батле ни о какой работе RTX, конечно же, речи не идет. Ну и напоследок, конечно же, посмотрим на результаты RTX 2070. В целом, во всех играх она показала уверенно крутой результат. Опережая RTX 2060 на тех же 10-15 кадров. В батлу можно смело рубиться с включенной трассировкой лучей и кайфовать от картинки. Сравнительная таблица трех видеокарт в этих трех играх сейчас перед вашими глазами. Кому интересно, жмите на паузу. Итак, друзья, что мы имеем? GTX 1070 Ti все еще тянет тяжелые игрушки. Но в прямом сравнении с представителями новой линейки, мы видим, что эта карточка потихоньку начинает устаревать. В свежих, увесистых играх производительность, что называется, впритык. И без какого-либо запаса на будущее. А вот RTX 2060 мне понравилась. Покупать я прямо сейчас, пожалуй, смысла нет, потому что барыги взвинчивают какие-то нереальные цифры. Но вот в будущем она должна стоить ненамного дороже GTX 1070 Ti. И вот тогда ее точно стоит купить. Ну а 2070, разумеется, еще круче, но она и стоит дороже. Там ее нужно сравнивать уже с 1080 Ti. И, кстати, если вы хотите оптимальную сборку на 2070, ее сравнение с 1080 Ti и 2080, пишите об этом в комментариях. Если будет много желающих, тогда мы все это дело устроим. А пока что спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно делитесь им со своими друзьями. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И да пребудет с вами Рейдтрейсинг. Пока-пока.